Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками и их работами. Морец Людвиг фон Швиндт, австрийский художник и график. Родился в 1804 году в семье надворного секретаря тайной надворной канцелярии Франца Эдлера фон Швиндт. Всего в семье фон Швиндтов было шестеро. Морец учился в шотландской гимназии Вене вместе с будущим писателем Николосом Ленау и поэтом Эдуардом фон Бауэнфельдом. А затем продолжил обучение в университете. Сначала он по премьеру отца хотел стать чиновником, но в 1821 году улегся живописью и стал обучаться в Венской академии изобразительного искусства Уйогана Крафта и Людвига Шнора фон Каральсфельда. Я цитирую Википедию, то что я нашел. В это время дружил с Францем Шубертом, Францем фон Шобером, Леопольдом Купельвизером и Францем Грильпальцером. Перебрался в Мюнхен, где благодаря посредничеству того же Корнелиуса получил заказ на роспись библиотеки Баванской королевы по мотивам поэзии Людвига Тик. После поездки в Италию Морец фон Швинд создал проект росписи внутренних помещений королевской резиденции, замка Хойншвангао, повествующий о последних эпизодах жизни Карла Великого. Затем последовали заказы из Саксонии Бадена, которые принесли ему известность, ну и конечно же деньги. В 1840-1844 годах Морец фон Швинд работал и жил в Карлс-Руле. Здесь он познакомился со своей будущей женой Луизой Зак, дочерью майора, образ которой он запечатлел в своей известной работе «Свадебное путешествие». В Карлс-Руле фон Швинд создал 8 медальонов для зала заседания дома сословия и декорировал фресками лестницы из зала первого этажа Государственного выставочного зала Кунцхалле в Карлс-Руле. В 1847 году он стал профессором Мюнхенской академии изобразительных искусств. Кстати, среди его учеников известный Эдуард Илле. Морец фон Швинд читал лекции во франковстве в Мюнхене. По рекомендации франца фон Шобера получил заказ от наследного великого герцога Вимарского на роспись от реставрированного замка Вардбург недалеко от Азинах. Надо сказать, что у него была возможность отправлять свои рисунки в Глазго и Лондон. В 1866-67 годах он работал над росписью только построенного здания Венской государственной оперы. Файе оперы стало впоследствии носить его имя. В ложе в опере фон Швинд расписал фресками по мотивам волшебной флейты Монцера, а файе по произведениям других композитов. Свою последнюю работу цикл «Мелюзины» для круглого храма Ратонды закончил за полгода до своей смерти. Сейчас она демонстрируется в австрийской галерее. Умер художник в Мюнхене 8 февраля 1871 года. Похоронен на Старом Южном кладбище. С 1874 года его имя носит одна из лучших Вены. По отзывам художников, в техническом отношении все работы Швинд отличаются превосходным рисунком. Но считается, что они слабы, хотя и гармоничны по калории. Изображен на по-австрийской почтовой марке 1954 года. Ну вот, собственно говоря, и все, что я нашел по австрийскому художнику и графику Морец Людвиг фон Швинд. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok